Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей и добро пожаловать в очередной выпуск наших интересных новостей. И сегодня мы с вами обсудим SpaceX, которая запустила рекордное количество спутников на одной ракете. Французский стартап разрабатывает летающий гоночный болид. Mercedes-Benz представила электровнедорожник EQA. Китайские электромобили X-Peng научились автоматически ездить за городом. Nissan разработал концепт удобного офиса, который всегда с тобой. На эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске, друзья. Обязательно подписывайтесь на канал. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Компания SpaceX провела первую миссию по программе массовых совместных запусков SmallSat Rideshare Program. Во время него компания запустила 143 спутника на ракете Falcon 9, что стало рекордом для мировой космонавтики. Напомню, что Falcon 9 это ракета тяжелого класса, способная выводить спутники массой до 22 тонн 800 килограмм. На практике она почти всегда используется в многоразовой конфигурации, и ее первая ступень после запуска приземляется. Но даже в таких миссиях она способна вывести на орбиту более 15 тонн. Это большая масса полезной нагрузки, и существует не так много космических аппаратов, которые ей соответствуют. Поэтому часто Falcon 9, как и другие ракеты тяжелого класса, используют для совместных миссий, в том числе и больших. 24 января SpaceX осуществила свою первую собственную большую совместную миссию Transporter One. Всего компания запустила 143 аппарата. 10 из них это собственные спутники связи Starlink, которые впервые были запущены на полярную орбиту. А 133 аппараты сторонних компаний. Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Каневерал в 18.00 по московскому времени. Спустя несколько минут первая ступень ракеты совершила свою пятую посадку. Вторая ступень вывела спутники на полярную солнечно-синхронную орбиту высотой 525 километров и начала их отделение. Этот запуск стал самым массовым в истории космонавтики. Ранее рекорд принадлежал индийской ракете PSLV, которая в 2017 году запустила сразу 104 спутника. С развитием новых технологий появились и новые способы применять их в спорте и развлечениях. Например, эволюция автомобильных гонок привела к появлению современных аналогов знаменитой Formula 1 под названием Formula E и Extreme E. А недавно разработчики из французского стартапа MSA предложили новую идею – создание гоночных летающих автомобилей-каркоптеров. Каркоптер – это управляемый пилотом электромобиль, оснащенный водородными элементами, способный разгоняться до 240 км в час и больше. Каркоптер от MSA, одноместный VTOL Racer, находится пока на ранней стадии разработки. Известна его длина – 5 метров. Он оснащен шестью 35-киловаттными электродвигателями, способными поднять легкий летательный аппарат в воздух. Большая часть корпуса изготовлена из углеводородного волокна, благодаря чему вес летающего электромобиля не будет превышать 600 кг, что в сочетании с уникальной аэродинамикой обеспечит ему высокую скорость на трассе – до 250 км в час. Полуавтономная система управления обеспечит безопасность на всем протяжении полета. Как сообщают в компании, первый опытный прототип будет готов уже к концу этого года, а законченная версия Каркоптера получит сертификацию к концу 2022-го. Компания Mercedes-Benz официально представила серийную версию электрического кроссовера EQA. Электромобиль создан на базе ДВС-кроссовера Mercedes-Benz GLA. При этом модель была существенно доработана в связи с другим принципом работы привода. Mercedes назвала EQA полностью электробратом GLA. Первой на рынок выйдет версия с батареей на 66,5 кВт-часов. Сам аккумулятор рассчитан на 190 Ач при напряжении 420 В, что означает общую емкость 79 кВт-часов. По заявлениям компании, это обеспечит пробег 486 км на одном заряде. Аккумулятор можно заряжать с помощью бортового зарядного устройства второго уровня мощностью 11 кВт, или с помощью быстрой зарядки постоянным током до 100 кВт. Автомобиль оснащен передним приводом мощностью 140 кВт, который поможет разгоняться от 0 до 100 км в час за 8,9 секунды. Первая версия кроссовера доступна в трех различных комплектациях, отличие которых заключается в дизайне и материалах отдельных внутренних и наружных элементов автомобиля. Цена в базовой комплектации в Германии составляет 47 540 евро. Китайская X-Peng Motors научит свои электромобили автоматически ездить по загородным трассам и скоростным шоссе. Первым обладателем этой системы станет флагманский Sedam P7, доступный на домашнем рынке минимум за 200 тысяч юаней или 2,7 миллионов рублей по текущему курсу. Новая функция, основанная на передовых процессорах NVIDIA и двух десятках датчиков и камер, позволяет водителю полностью доверять управление автомобилем электроники. Анализируя дорожную ситуацию, автопилот может самостоятельно менять полосы, ускоряться, замедляться и даже обгонять другие машины. Водитель, в свою очередь, должен следить за дорогой и, не отпуская руль, быть готовым вернуть управление себе в случае ДТП или неблагоприятных погодных условий. Стоимость данной системы пока не уточняется, но известно, что воспользоваться ей на X-Peng P7 можно будет уже в первом квартале 2021 года. Удаленная работа ныне стала не привилегией, а насущной необходимостью и новой реальностью, к которой слишком многие оказались не готовы. Настолько, что в Nissan сочли полезным разработать офисное пространство нового типа, персональное и на мобильном шасси. Оно позиционируется как роскошная альтернатива посиделкам в кафе или парке с ноутбуком на коленях. Разработка получила название Caravan NV350 OfficePod. И от типовых конструкций домов на колесах отличается тем, что это вовсе не дом, а именно офис. Во-первых, машина невелика, не больше минивэна. Во-вторых, в ней нет ни кровати, ни санузла, ни кухни, ни прочих атрибутов жилой зоны. Здесь есть только офисный кабинет, размещенный в выдвижной секции, чтобы можно было поработать в прямом смысле на природе. Офис на колесах укомплектован источниками энергии для гаджетов. Здесь установлено дорогое кресло, есть пространство для работы с бумагами. На окнах стоят жалюзи, которые можно опустить. На полу мягкие коврики, сбоку антибактериальная лампа с ультрафиолетовым излучателем. Поскольку во время работы нужно делать перерывы, в концепте предусмотрена такая вещь, как прозрачный пол из поликарбоната. Можно припарковаться на берегу ручья, выдвинуть секцию и любоваться рыбками у себя под ногами. А если захочется большего комфорта, на крыше размещается шезлонг для принятия солнечных ванн. На этом все дорогие друзья. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик и комментарий внизу под видео. Все наши полезные ресурсы вы можете найти по ссылкам в описании. Ну а я желаю вам успехов и отличного настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok